Всем привет! Приготовим рулет на праздничный стол из свиной брюшины. Это идеальная праздничная закуска, которую можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Это бесподобно вкусно, но советую вам готовить его заранее, он требует времени. Подготовим брюшину. У меня свиная брюшина, в которой присутствует достаточное количество мяса и небольшая прослойка жира. Весом 3 килограмма 500 грамм. Слои прорезаю острым ножом, но не дорезаю до конца. Не дорезаем до конца, разворачиваемся и начинаем следующий слой резать чуть ниже предыдущего. Мы это делаем для того, чтобы можно было хорошо отбить и обильно смазать специями внутреннюю часть рулета. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот такая лента. Должно быть вот так. Накрываю полиэтиленовым пакетом и хорошо отбиваю молоточком. Мне понадобится минимальный набор специй. У меня 60 грамм крупной соли, 2 чайные ложки черного перца, 3 чайные ложки сухого чеснока и чайная ложка душистого перца. Специи хорошо перемешиваем. Вы можете выбрать приправы и специи по своему желанию. Посыпаю сухими специями весь мясной кусок с нарезанными слоями. Так как степень сладости, солености, остроты, горечи, жгучести и кислоты у каждого индивидуально, всегда добавляйте пряности, специи и приправы, ориентируясь на свой вкус. Тщательно скручиваем мясо в рулет. Стараемся скручивать плотно. Хорошо обматываем рулет ниткой или шпагатом. Закручиваем рулет в разрезанный заранее рукав для запекания. Хорошо закручиваю с двух сторон. Таким образом мы уплотняем рулет. Плотно завязываю с двух сторон, ненужные отрезаю. Убираю в холодильник, там он должен пролежать сутки. Таким образом рулет у нас промаринуется. Через сутки рулет отправляем в кастрюлю, будем его варить. Вода в кастрюле не должна сильно кипеть, лишь слегка. По необходимости в кастрюлю доливаем воду. У меня рулет варился 5 часов. Рулет готов. Аккуратно разрезаем рукав для запекания. Осторожно, главное не обжечься паром. С горячего рулета нитки не срезаем. Даем рулету немного остыть на столе и потом убираем в холодильник. Наш рулет остыл, вот такой он у нас получился. Аккуратно удаляем нитки. Нарезаем готовый рулет. Можно приготовить заранее порционно заморозить. Готовый рулет очень празднично и нарядно будет смотреться на любом застолье. Также можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к другим блюдам. Многим гостям он придется по вкусу. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! Кушайте вкусно! До новых встреч!